Григорий Макарон Григорий Макарон А теперь откровенно раздражает Постоянная злость Ненависть, ревность На него Смотрю уже не так как на того человека Который был с самого начала И все это похоже на кипящий чайник Что вы мне посоветуете Вот так Да, вопрос непростой. Таня, прежде всего посоветую, как в чайнике, откройте крышку и выпустите пар. Я вам скажу, как. Давайте мы на эту ситуацию посмотрим со стороны. В вашей жизни появился мужчина много старше вас и который сам по себе авторитетный. Его стиль жизни это наставляет. Прежде всего, если бы я работал с таким человеком, как вы, я бы проанализировал ваши отношения с родителями. Есть большая вероятность, что этот мужчина, ваш муж, который появился в вашей жизни, напоминает вашего отца. Я могу предположить, что в вашей семье кто-то был вот таким авторитетным наставником. Либо мама, но скорее всего папа. Может быть дядя, может быть дедушка. Потому что, по всей видимости, это могло стать такой некой родовой программой для вас. Во всяком случае, всё, что происходит, не случайно. И то, что вы выбрали мужчину много старше вас, и то, что он такой вот авторитетный. Ну смотрите, с одной стороны, как вы сказали, вам это нравилось сначала. Это здорово, когда рядом есть человек более опытный, старший, когда он готов делиться. Но весь вопрос, как он делится. Если он делится с любовью, мы всегда легко это принимаем. Но когда человек свою авторитетность начинает проявлять, как некое такое, знаете, догонять и причинять добро. Он догоняет и причиняет добро. И есть такое слово, оно звучит смешно, но не ругательно. Я его взял у Саши Александра Свияша, знаменитого. Впихивает невпихуемое. Вот он приблизительно делает то же самое. Заставляет быть счастливым, как сказал персонаж фильма «Убить дракона». Я заставлю вас быть счастливым. Да, и вот видите, это вызывает до нельзя обратную реакцию. Теперь, что делать? Прежде всего понять, что это притянули вы сами. То есть всегда человек, который раздражает, является нашим учителем и спарринг-партнером. Вы должны понять, какую проблему ваш супруг поможет вам отработать. Возможно, у вас вот эта проблема, которая тянется из вашей семьи, где кто-то был очень авторитарный и давил. И вы должны понять, прежде всего, почему муж себя так проявляет. Он себя проявляет так, потому что у него нет внутренней его гармонии. Когда человек находится в гармонии, он никогда не догоняет и не причиняет. Он не будет никогда говорить «Так, ты встань и пойди туда, или ты сделай это, или правильно жить вот так». Он всегда с любовью и мягко будет это предлагать. И это никогда не будет вызывать напряжение, никогда не будет создавать вот этот эффект чайника. То, что он себя так выражает, говорит о том, что он сам не в балансе. И, по всей видимости, в его семье была вот эта нарушенная авторитарность. Что вам посоветую? Прежде всего, запишите, самое первое, ни в коем мере не загоняйте эти эмоции вовнутрь. Не создавайте эффект кипящего чайника. Что надо делать? Надо эмоциями своими делиться. То есть вы должны мужу своему говорить, давать обратную связь о том, как вы себя чувствуете. И здесь есть очень важный вопрос. Многие люди будут говорить так, предположим, если муж зовут Александр, «Александр, ты не прав. Я чувствую себя в негодовании, все твои теории, это давление сплошное и так далее». То есть что люди делают? Они атакуют человека, который им создает дисгармонию. Эта атака у человека вызывает его в дисгармонию. И начинается поединок, который заканчивается, как правило, ссорой, еще более вспышкой эмоций и так далее. Я вам подскажу секрет. Секрет заключается вот в чем. Когда вы выражаете чувства, вы не говорите «ты». «Ты вызвал», «ты такой». Наоборот, прежде чем вы, допустим, вызовете Сашу на разговор, Александра, вы подготовьте его. Я вам советую подготовить очень внимательно. Вы должны его похвалить, вы должны его расслабить. Вы должны ему сказать «Саша, мне очень важно с тобой о чем-то серьезном поговорить». «Смог бы ли ты мне уделить, не знаю, 15-20 минут». Или вы подготовите какой-нибудь приятный чай. Или, может быть, пригласите его на кофе. То есть вы должны создать эту атмосферу. То есть мягко стелить. Да. Здорово вы сказали спасибо. Это отличное слово. Вы должны постелить. Помните, как в сказках? Сначала, когда добрый молодец приходил. Напои, накорми, а потом вопросы задавайте. И баньку натопи. И баньку натопи. А потом расспрашивай. Так и вы. Не кидайтесь в бой. Вы его расслабьтесь. Когда он будет готов, а вы должны понять, что он готов, вы должны ему сказать «похвалить». Несколько раз. Например, «Саша, я очень рада, что со мной такой знающий, авторитетный человек. Я чувствую твою поддержку и заботу обо мне в жизни». И мне это создает, так сказать, комфорт. Но есть вещи, которые, как ты понимаешь, в наших отношениях создают и дискомфорт. И мне очень важно, чтобы этот дискомфорт, ты знал о нем. И чтобы мы нашли путь, как этот дискомфорт убрать. Могу ли я поделиться с тобой? Дождитесь ответа. Если он скажет «по какой-то причине нет» или будет не готов, его дверь закрыта. Отменить этот разговор. Или вам нужно тогда сделать вторую попытку или найти профессионала. Но если он откроется, дальше скажите ему «Саша, я хотел бы тебе сказать, что вот часто очень твои наставления, за которыми стоит опять «похвалите», желание помочь, видеть меня умной, доброй, вызывает у меня абсолютно обратную реакцию. «Вместо этого я злюсь, напрягаюсь, и у нас теряется связь». Что ты об этом думаешь? И верните это ему. И дайте понять. Потому что если он это видит по-своему, то вам важно понять, как он это видит. И начните этот диалог. Свяжитесь со мной. Может быть, если у вас появится обоюдная необходимость, докопаться. Потому что в рамках этого короткого времени… Володь, сколько у нас времени осталось сейчас на этот вопрос? Ну, минуту, так сказать. Минуту. Мне очень тяжело ответить. Поэтому, ну вот если вы сделаете так, говорите, меняйтесь. И не злитесь на Владимира. Если вы будете злиться, вы будете его разрушать и уничтожать. С любовью обоим понять, что он тот образ, который вы создали ввиду своего внутреннего разрушения. И Володя пришел к этому ввиду его детских нерешенных травм. Удачи вам, Женя.